Всем привет, друзья! Голову и крутить не могу. Вообще сегодня всю ночь не спала. Из-за того, что у меня под лопаткой мышца воспалилась. Видимо, вчера под дождем где-то поковырялась. Продуло потом. В общем, вот так. Да еще в магазин ездила, тоненькую кофту одела и замерзла. В общем, продуло мне спину. Все ж таки бывает и на старуху проруха, как говорится. Но я думаю, что я говорю, под дождь попала, скорее всего. Я вот когда в магазин забегала, был дождь как раз, и мне спину вымочила. Вот такие дела. Так что сегодня не выспавшись, просто не знаю, кто себя чувствует, голова как деревянная. А сейчас еще пол восьмого утра. Корову подоили, все процедили. Сыр фермерский или качоту. Качота это будет, потому что я сейчас приспособилась ставить в баню, так сказать, ее сыр. То есть головку сыра ставлю в баню. Как это называется-то процедура, господи, скажите мне, с утра не соображу. Вот. Стуфатура. Вот как. То есть он реально очень неплохо оседает, когда вот в горячую баню его ставишь. То есть в кастрюлю в этом. И он стоит целый час, можно два там даже продержать. Вот. Вчера просто что-то пиццу когда вот делал, мне так понравился этот сыр, который завалялся. У меня маленький кусочек был. Наш, качоты наши. Вот. Но мы же ее все свежее употребляли. То есть скорее-скорей режем, едим. А он еще поскрипывает даже на зубах, не выдержанный. А вчера вот этот кусочек-то я нашла старенький, сухие корочки у него срезала. А внутри, ну просто блаженство. Поэтому все-таки желательно даже качоту выдерживать недели две-три. Поэтому вот в этот раз хочу сделать, сейчас побольше сделала 15-литровую кастрюлю. И хочу в большой форме, сразу большую голову сделать уже. Никому не продавать, а себе. И ее просолить хорошенько. И пусть она у меня лежит недели две-три. И тогда будет вкусный сыр. Без всякого. Короче, не молодой, а выдержанный. Это совсем другое дело. Другой вкус, другой аромат. Вот такие вот дела. Так, бабушка у нас тут успела, пока мы доили. Сварила лапшу молочную ребятишек кормить сейчас будем. Вот. Сейчас я гляну, что у меня с квасом. Сметану баночку собрали. Маленько, самую гущую сливки собрала. О, а квасец-то, квасец-то уже готов почти. Надо сейчас на вкус попробовать. Ну, я считаю, первый самый квас, это как бы закваска в основном. Ну, сейчас попробую, если не горчит, то, в принципе, пусть и попьют. И новый надо поставить. Видите, как бродит уже. Так, а здесь у меня в микроволновке пищит. Кофе, йог будем делать. Я беру молоко, сливки сейчас что-то мы не гоним для кофе специально. Поэтому молоко в микроволновке разогрею по полкружки. И туда уже потом из кофеварки кофе льется у меня. Вообще шея не крутится. Такая боль стоит, как будто кол вбили в позвоночник куда-то. Ой, а Дима, еще не выспались, да? Ее еще совсем не выспались. Вот такая вот козявка. Какая козявка. Зато на улице побывала уже, она замаралась тут. Ой, такие дела. Ну, ладно, ребятишки спят. Сейчас, конечно, хорошо. Матвею в школу не надо. Консультации у него будут. Ну, сейчас до математики. У него в понедельник математику сдаёт. До понедельника это не будет консультаций никаких. Математичка сказала, что не будет больше проводить. Не знаю, почему. Могла бы проводить, но нет. Вот. Поэтому он, собственно, можно сказать, никуда не будет ходить. Будет отдыхать, высыпаться. Ну, и готовится к математике. А вот после математики там уже по-русскому учительница говорит, что будет их гонять чуть не каждый день. Хотя они по-русскому и более-менее все прекрасно пишут эти все. И работы-то пробники хорошо написали. Вот. Ну, ладно. Такие дела. А вот Фадея-то сегодня в школу. Ну, им к трем часам. И уроки сокращенные. Потому что сегодня первый экзамен сдают ребята, кто сдаёт английский. У них первая часть сегодня. И они, в общем, школа закрыта до трех часов будет. Вот. Даже в камеру держатся. Меня вот так вот и держат. Что ещё новенького? Погода. Что-то меня пугает всё подписчики, что будет у нас минус. Но я что-то, знаете, не верю. Вроде как Яндекс смотрю погоду. Обещают в воскресенье плюс два ночью. Но минус это не обещает. Я думаю, у нас на горке не должно быть минуса. Даже вот у нас, когда бывает минус один, минус два, допустим, там у реки ближе или там у Бабы Люси, вот туда к посёлку ближе, у них бывает минус. А у нас при этом здесь около нуля. То есть на два градуса теплее. Вот. Поэтому будем надеяться, что мы как-нибудь переживём, потому что, ну, обидно будет. У меня и тыквы, и кабачки, и огурчики, всё ведь зашло в парничке там. Ну, в общем, жалко будет, если вдруг подморозит. Но вроде как бы по прогнозу, я смотрю, плюс два обещает. Холодновато, но не замёрзнет. Вот. А там вроде как с четверга обещают, что направится погода. Будет 18 днём, ночью 10. То есть там вообще уже пойдёт тепло. Наконец растения начнут, в рост пойдут активно. Они сейчас уже видно, что укоренились. Они так крепчают, но в рост шибко, в высоту-то не идут те же самые помидоры. Вот. Так что я ещё успеваю даже подвязку сделать нормальной, без падений, без всяких. Ну вот сегодня шею заблокировала. Вообще не знаю, смогу я работать что-то или нет. Не знаю. Ну, сыр сделаю. Сейчас поем, посижу. Потом хочу пластырь с женщинем налепить. И может отпустит к обеду. Вот. Ну ладно, всё. Пошла и теперь будем завтрак налаживать. Ну вот. Я, в общем, уже хожу, гусей управляю. Думаю, дай я возьму камеру, их маленько поснимаю. Вымыл у них сейчас, воду сменила. Погода, видите, какая сегодня. Но там, вон, чёрная-чёрная туча опять. Вон она, видите. Вот такое небо. Здесь вроде их светло, а вот там вот какие-то тяжёлые тучки. Опять дождик будет, в общем, временами, видимо. Так, ну а это у меня ведро с травой. 20-литровое. Я так обожаю наш огород. У нас всегда есть трава. Ну ладно. Мне полегче стало. Почему? Потому что мы наклеили пластырь с женщинем. Он прям мне хорошо так сжёт лопатку. Вот. Потом я уснула на часок. На часу ночью спала сегодня из-за этой лопатки. Вот такие дела. А потом встала, вроде полегче. Приготовила обед. Ничего мудрёного. То, что любят ребятишки. Давайте, давайте. Вы мне говорить не даёте, горлопанчики. Ой, милящее создание, а. Хорош, трава, да, растёт? У меня какая-то нынче интересная. Вот это, что такое? Не было. А сейчас по всему огороду вот такие кусты. Вроде и нет дуван. Не знаю, что это. Кто знает, да? Кому надо? Ну им нравится, они едят. Вот такое много. Потом одуванчиков много. И вот такое ерунды много. Тоже не знаю, как называется. Скажите мне, с мелким листом. И вот это. Кто мастер по травам сорнячным? Ой, ну вкусно, нет сил. Вот они у меня едят до обеда. Потом идёт в обед. Дед или Матвей порвут ещё травки. Да, покупались уже. Чистеньку воду им налила сейчас. Сейчас только будку надо вычищать. Вот сейчас я пойду граблю возьму. Вот как. Ой, вкусно. Ой, вкусно. Ой, как вкусно это ты, малыш. Такие вот они, малыши, хорошие. Нафима шипят уже вовсю. Но я не слыхала. Нафима говорит, мама, почему они говорят ш... Я говорю, ну гуси же шипят. Ой. Тут на хвостике какие-то пёрышки начали. Вот такие, видите, отдельные пёрышки растихли. Ладно, я к вам не лезу, ешьте. Ешьте, ешьте. Ходят как с сигарками. Ой. Вкусные травы, да? Вот такие вот у меня друзья. Прям они мне очень нравятся. Очень они, как сказать, они социальные. Социальные птицы. Любят общаться. Так, где-то у меня Фима там брякает, ходит. Я им уже сюда корм принесла, чтобы мне не бегать. Вот. Ковшик утром, ковшик вечером. Такс. И ты нарвал уже. Ну ты молодец. Хорошо, травы много, да? Я прям косить не хочу. Прям прелесть. Вот. Ещё у меня много вот этого вот... Как он? Чистотел. Вот он. Прям везде вот эти кусты чистотела. Его, конечно, я гусям не даю. Но вот он тоже везде. Вот у нас такие травы. И очень много крапивы. Ну её я буду заготовлять. Смотрите, это всё крапивка. Везде крапива. Ну вот. Такие травы присущи нашему огороду. Ну вот говорю, новинка появилась. Это вот... Я вам даже сейчас найду какой-нибудь этот кустик. Даже лопушок сидит, смотрю, один. Сейчас найду. Вот мне подскажите, что за трава? Откуда она вообще взялась? Мне такой не было. Сейчас найду. На поляне где-то больше её было. Вот. Во. Видите, вот такая. Это что такое? Что это такое? Что за дикий одуванчик? Ой, не знаю. Видите, какие? Не знаю, как называется. Потихоньку всё, конечно, растёт, но очень медленно, потому что не хватает тепла. Эту гряду уже полотно. Всё. А может пока их поставим в сторону? У них пока есть. Ну давай, подам. Давай. Раз ты нарвал, пойдём отдадим. Вот конский щавель. У нас тут ещё растёт. И не только конский. Ещё смотрю, и благородный щавель насеялся. Он у меня в цветах. Ну давай, сам подашь? Давай. Ставь краешку тогда, чтобы они... О, смотрите, сколько у вас травы-то, а? Да. Благодарна они тебе, да? Расцвело у меня тут ещё два красненьких. Интересно, вот эти какие-то с розово-красные, а эти прям красные-красные. Заливают маленько их дождиками, каждую ночь дождики. Вот этот сиреневый какой-то будет, но ещё не открылся. Вот. Груша. Лист был скрученный-скрученный. Побрызгала фитовермом, стали раскрываться листики. Видимо, тля уже ходит, ходит тля. Я в этом году, у меня огород, так скажем, отдыхает от химикатов, поэтому я его раннюю обходку не сделала. Но, видимо, фитовермом придётся проходить. Есть тоже, заметила, там слива у меня. Тоже листики что-то крутят. Я её тоже обрызгала сразу фитовермом. Ох, какой же жарище-то. Сегодня, видите, как проспала. Утром не открыла, а сейчас уже 35 градусов. Ух, 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 видите, я как запотела сразу. Потому что на улице-то совсем не те температуры. На улице-то всего 12, наверное, 13. Вот. Я вам, наверное, не показывала капусту, как я высадила. Вот она у меня, вот этот пятачок. Я его перекопала, все лунки. Собственно, лопаточно. Собственно, ручно. и между капустой посеяла эти фу, посеяла, говорю, высадила бархат с остатки сейчас дойдем еще до клумбы, покажу, где еще у меня открылись тюльпанчики вот такие вот у меня их совсем маленько но тоже радуют радуют душу, да? сидят так, это остатки, потому что я тюльпаны не люблю выкапывать видно уже, нет, скажите, редкие моркови, три редка я думаю, видно уже даже вам пора прореживать, уже садится и здесь вот она морковка тоже видно редкие, раз, да? 4-5, тут 5 редков вот, ждем сейчас свекла, когда появится по этим краям и пойдем полоть, ну, слава богу, морковь выклянулась, проклюнулась вернее сказать, видимо, благодаря тому, что все-таки ее замачивала, в землю закапывала, да, то есть они набухли и они взошли раньше сорняков, у меня обычно не так, у меня обычно ковер из травы и среди нее приходится искать морковку, здесь нет травы нет, а это морковочка, вот рядочки видны поэтому все правильно то, что мы ее размочили но я-то вам другое расскажу мне вчера тетя Ирина пожаловалась она, в общем, сделала по-другому вот это замачивание она взяла семена моркови но чтобы не ждать я ждала 10-12 дней, да, как бы мы с вами закопали на лопату 10-12 дней ждали, пока она лежала там под землей в носке но мы закапывали сухую морковь а она взяла и чтобы дольше, долго так не ждать она на сутки замочила эту морковь в блюдечке семена просто водой залила вот, а через сутки она ее тоже в носок перелила и закопала вот, и по ее технологии как бы по ее рецепту надо было 3 дня ждать она ждала 3 дня потом, короче, достала, а там уже беленькие эти корешки она говорит, а как мокрые сеять? я ей, говорит, высушила вот, и короче говоря вот эти вот корешки-то беленькие, молоденькие они все у нее усохли и отломились поэтому она вчера пересевала морковь поэтому ну вот, если такой метод применять через замачивание то не на трое суток надо так что имейте в виду кто хочет такое попытать смотрите, что Алеша сделал он пересадил из этой клетки бролерков вниз где были у меня Барковский им здесь теперь тоже хорошо на земельке ходят очистить, конечно, придется теперь и видите, вот 3 курочки я же их садила с Барковскими а они поменьше ростом а Барковские все-таки дикошары какие-то они головы-то раздолбали вот, а расклев такой пошел но, видимо, на то, что они меньше ростиком вот, а мне их так жалко стало вот Адлерская серебристая одна, одна рыженькая такая одна персиковая у меня такие красивые курочки я что-то жалко мне и жалко их стало и я их это в общем, обратно к бролерам утащила ну, одну они все-таки заклевали была еще одна персиковая ее все-таки эти Барковские забили к сожалению это вот персиковые это вот эти вот мамки вот ходят серии это персиковые такие а рыжая это не немецкие нет, не немецкие а что такое опять братья голодные вам вот дали крыло расклеванное опять они достают одну индюшку и все все остальные нормально в одной крыло расклевывают регулярно так, паразитики а что же вы делаете сейчас мне придется ей крыло замазывать чем-то ладно сейчас дам поесть есть просят уже сейчас мы им насыпем вот такие дела ладно сейчас пойдем дальше мы в общем перенесли кто они ее нет она их да нет она привыкнет 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 эй эй мадам мы тебя спасать принесли сюда не надо их клевать малыши не привыкнет там просто осматривается кто такие ах что творит ах что творит ах ой 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 за гребень его схватила ты посмотри что творит сейчас обратно пойдешь мадам блин ты скажи она инвалида бьет который не ходит вон что а у самой крыло все в крови ты думаешь а может привыкнет нет второго уже долбает ну давай а куда ее отдельно сюда вот что ли ну блин ну давай сюда выгоняй в этот проход так опять придется ее это тогда корм какой-то я опять ставить тут блин давай вон там линезная есть пустая или кастрюлька вон сиреневая давай она пустая давай ей корм поставим вот такие вот дела мы еще да нет ты что-то совсем дай ему пучок-то ей мы в общем девочку переселили отдельно сейчас и она у нас будет травку здесь кушать корм и воду давай чуть-чуть бролером кинь нет не ест а остальное индюкам тогда чуть-чуть только не на пол а в кормушку положи так давай я этим сама дам а то петух тут они ее любят любят видно не видно наверное не видно но стеной и мелкий такой Матвеюха забегай скорее дивка ладно пошлите а то она вымокнет собакой беги давай домой а то вымокнет собачонка кто у нас да вообще не знаю наверное кто нет ничего не тебе корова что ой я говорю чтоб скорее наверное картошка у нас зашла идет дожди каждый день главное солнышко так светит так вот именно что вымокнет вымокнет побежали домой все я побежала мы кстати индюшки йодом вот этим вот замазали крыло вон она да видите у нее коричневое теперь крыло вот надо же вот одну выбрали и бьют ее и бьют и она слабенькая ой все побежали дожди нам потом курят еще нам нарвать будет не всем дали еще ой 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 все побежали домой очень дождали его опять фух так три часа матвейка у нас уже обедает полдничает я бы сказала да макарошки с подливом ест потому что все таки пойдет в школу все таки прислали сейчас расписание не знаю то ли кто там настоял в начальстве в школе ну в общем математика консультации все таки будут и сегодня и завтра и даже в субботу то есть у них отдыха будет всего один день перед экзаменом так что это хорошо что они еще подогоняют математик математик у них не шибко сильная а вот ну а мы с мамой с бабушкой с мамой и бабушкой ходили в общем в огород сейчас даже не пойду показываю в чем делать особо потому что и не видно я на самом деле ремонтировала этот как он называется капельный полив я вчера его клей моментом короче там одна соединение одно оно лопнуло видимо зимой может или что я не знаю пластик лопнул пришлось моментом подклеивать ну маленечко подкапывает ну ладно бог с ним главное что не бежит ручьем в общем включила капельный полив сейчас у меня эта теплица сама по себе поливается до вечера будет поливаться потихоньку все вроде капает нормально вот потом я пошла на гряду там по пололу у меня батун зашел на зелень который лучок на этой же гряде потом подсеяла базилик петрушку что-то еще а на другой уже гряде там где у меня баклажаны посеяла мангольты рукколу салатик в принципе уже подрастает скоро надеюсь будет и вода будет быстро расти будет а так пока на холоде редиска сидит ничего не растет холодно вот и и собственно вот такой вот мелочевкой занимались а ну я еще наверное кустов 5 высоких привязала в теплице в этой в общем вот так вот вроде шею мою вот так вот еще больно делать но уже отпускает поэтому походила опять по ветру конечно ну ладно будем надеяться ничего страшного так что вот такие дела сейчас маленько тоже перекусим потом об обед это с бабушкой только салатиком единым вот смотрите видите как он у меня сыр вот уже он 3 часа стоит и сейчас уже доставать буду и все еще там тепло то есть он в кастрюле при закрытой крышке всю крышку обкапали она такая поэтому страшненькая так то это вот рассол тот же самый который был от сыра я его просто не весь сливаю ставлю от микроволновки старой решетку и вот он так стоит и прессуется он очень твердый плотный получается практически без полости внутри без дырочек будет это вот качото правильное получается это даже уже не фермерский мой а чисто качото потому что вот я его в такой бане держу вода наверное до сих пор вот мне тепло значит градусов 40 вода была 50 я ее нагоняю 50 даже 60 можно и она вот стоит в этой бане сейчас он уже все эти все бактерии разошлись хорошо он хорошо упрессовался прям твердый был прям с горкой и вот он настолько осел и сейчас вот уже можно его доставать вытаскивать из формы и в холодильник ставлю он уже у меня будет там сохнуть корочку образовывает то есть он примерно дней 5 стоит у меня так а потом можно либо воском запаять а я знаете ничем и не делаю я просто-напросто он у меня вот так лежит корочку образует ничего не делаю мы его как правило есть начинаем но что-то этот решили подольше так наверное воск запаяю все-таки вот можно в эту упаковку но у меня такой формы упаковки нет которая не вакуума это как она называется латексная это упаковка для сыров не знаю подумаю в общем что буду делать может быть так и не буду ничего делать как вот на югах сыры делают там вот эти камеры холодные подвалы они просто его обтирают ходят коньячком и все и никакой упаковки и это считается правильно что сыр дышит сам по себе в общем так ладно все будем есть сейчас за Матре и отправлять в школу так полдесятого друзья мои все вроде уже и ролик заканчиваю но дела еще не кончились сейчас все на кухне тут убирала посуду но пришлось нам поставить снова сыр одну головку я сегодня сделала уже как вы знаете уже она в холодильнике у меня вот сегодня как-то не разобрали молоко в общем пришлось поставить снова на сыр потому что адыгейский есть творог есть молоко есть все есть вроде как а ну еще йогурт поставила термостатный в стаканчиках 100 граммовых на завтра вот и думаю ну что делать ну сыр будет значит в общем сделала еще партию сыра потому что через час мне его надо нарезать и это самое вымешать будет и доделать качу то короче говоря часов до пол одиннадцатого точно провожусь вот такой денек сегодня получился ну с одной стороны я сегодня себе позволила и отдохнуть побольше вот а с другой вот сыры делала это хорошо ладно а так ничего глобального то в принципе больше ничего и не было ребятишки пришли часов 6 оба и Фадей и Матвей все нормально в школе в общем Фадей уроки сейчас уже сделал на завтра математику и все отдыхает в общем а он катался еще ходил только пришел с самокатом со своим с другом ну ладно все давайте до завтра всем всего доброго увидимся завтра же пятница пока-пока